Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о моей третьей поездке на Канарские острова, которая произошла в марте 2016 года, и на этот раз я выбрала остров Тенерифе. Надо сказать, что этот остров я выбрала после своей первой поездки на Гран-Канария, о которой я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И когда летела и приземлялась на Гран-Канарии, я видела вот этот вот самый знаменитый в Испании вулкан, который находится на острове Тенерифе, и он привлек мое внимание. Я думала, мы там и приземлимся, но, к сожалению, он оказался на другом острове, и я подумала, когда-нибудь я сюда вернусь и посещу остров с этим интересным вулканом. Но это был 2012 год. В 2014 году я выбрала остров Фуэрент-Авентура. Ну, видимо, там по деньгам было более выгодно. А об этой поездке я тоже уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Так как я была студентом и работала няней, чтобы заработать на оплату своего следующего года обучения в Лондонском университете, я могла позволить себе только одну поездку в год, куда-нибудь на пляж, позагорать и покупаться на море. Я выбирала Испанию, но так как сама Испания стоила дорого, а у меня бюджет был где-то 600-700 фунтов. И надо сказать, что в 2016 году я полетела, спланировав эту поездку еще в ноябре 2015 года. Я купила билеты, забронировала отель, и все это вместе обошлось мне где-то в 500 фунтов. Это примерно на тот момент 50 тысяч рублей на 7 дней. Но это вот как бы самолет туда и обратно из Лондона и отель. Ну, может быть, еще трансфер до отеля входил в эту стоимость. Ну и плюс я всегда с собой брала 100-200 фунтов про запас на всякие развлечения, на пропитание. Питалась я в отелях всегда сама, я заказывала селф-каттеринг, то есть чтобы я могла готовить в отеле сама. Брала с собой некую посуду, на всякий случай там пластмассовые тарелочки, стаканчики. Но в основном в номерах с кухней всегда есть посуда, чайник, плита и холодильник. Все, что надо для готовки дома. Вот, и летела. И вот так вот в ноябре 2015 года я забронировала билеты. Так получилось, что вперед я летела на перекладных через Мадрид. Это была Air Europa, испанская компания Iberia. Вылетала я в 10 часов из Гатвика, до Гатвика добиралась Изи-Басом. Изи-Бас это такая маршрутка в Лондоне, которая ходит от нескольких остановок в центре города. И как раз одна из остановок была рядом с моим местом проживания, поэтому я всегда пользовалась этим трансфером до аэропортов, которые находились уже за Лондоном, потому что такой трансфер стоил около 2 фунтов, если бронировать заранее. Моя маршрутка Изи-Бас ходила от Лили Роуд. Я жила на Эрскорте, поэтому до маршрутки мне надо было минут 15 идти пешком с чемоданом. Чемодан у меня на колесиках, катился практически сам. В общем, я практически налегке, 15 минут добралась до маршрутки, и я поехала наконец-то в Гатвик. Села в самолет, и уже через какое-то время я была в Мадриде, и мне надо было совершить переход на другой самолет. Это был трансфер, трансферная зона, но я чуть было не вышла в самом Мадриде. Стала предоставлять билеты, таможенный контроль, начали меня снова сумки проверять. И я говорю, мне надо вот на этот самолет, это сюда. И наконец-то нашелся человек, который понимал английский, потому что испанцы не считают нужным говорить с людьми по-английски даже в международном аэропорту. И один человек добродушный нашелся и сказал, нет, нет, ты не сюда, это уже выход в город, давай-ка вот туда. И я бегом бежала через весь длиннющий такой трансферный коридор, по-моему, у меня там был гейт 30-й, и на каждый гейт, на каждый выход, где-то расстояние было около 100 метров. Ну, то есть, получается, пробежала я огромную дистанцию и чуть не опоздала на свой самолет, но в итоге улетела, приземлилась в аэропорту Норте Лос Родеус примерно в 17 часов. То есть, летела я туда 7 часов, ну, с пересадкой. Вот, но, однако, там, в самом аэропорту, я вышла, получила багаж и не поняла, куда мне идти, потому что обычно надо проходить таможню. А меня ничего не спросили, даже штампик не поставили в паспорт, просто выходишь и уже улица. Я стала искать людей, у кого спросить, где мне поставить штампик, что я прибыла в Испанию. Они мне сказали, нет, нет, ничего не надо, просто иди. Я выхожу и уже улица, и уже автобусная остановка, которую я воспользовалась, села в автобус и поехала к своему отелю. Обычный рейсовый автобус, в этот раз я не стала заказывать трансфер, потому что заранее по GPS-навигатору спланировала свой маршрут и узнала, что рейсовый автобус идет как раз-таки до моего отеля. Город, в котором я забронировала свой отель, называется Пуэрто де ля Круз. Ну, очень красивое название, поэтому я решила, поеду туда. Забронировала апартаменты, я уже говорила, в отеле, который назывался Парк Плаза. За 7 ночей я заплатила 250 евро. Он находился недалеко от пляжа, ну, где-то около 500 метров. Мне надо было каждое утро топать до пляжа, который меня, кстати, очень сильно удивил. Он был черный, черный песок, и я никогда такого в жизни не видела. Оказывается, это от вулкана, от лавы. Вот такой вот песок потемнел и стал черным. Ну, в общем, в первый вечер я решила выйти на улицу, посмотреть, где находится пляж, дошла до пляжа. Так, скажем, у меня произошла ориентировка на местности. И уже пошла домой и легла спать. Может быть, даже в магазин зашла, что-то купила, потому что я же не везла все продукты с собой. На следующий день я встала и пошла на пляж. Решила сходить еще в другую сторону, посмотрела, что находится там, пофотографировала всякие виды. В эту поездку я очень много старалась сфотографировать именно такой вот испанщины, какие-то их домики, как выглядят их окошки, ставни. Там иногда даже у меня дедушки с бабушками мелькали. Еще мне удалось снять несколько репортажей, которые я отсылала прямо вечером. Приходила в свой номер в отель. Кстати, вот так вот он выглядел. И отсылала на свои фото и видеостоки, фотографии мероприятий или просто самого острова. То, что я сняла за день. Итак, что же мне удалось снять? Тогда проходил какой-то праздник церковный, я так поняла. Может быть, Пасха была. Я, честно говоря, не очень сейчас помню, но там из какой-то церкви выносили на такой платформе, украшенной цветами, где присутствовали образы Девы Марии и Иисуса Христа и несли ее по городу каким-то шествием таким праздничным. К сожалению, видеокадры не сохранились, остались только фотографии. Ну, я уже говорила, некоторый архив у меня пропал. Однако у меня остались некоторые видеокадры самого острова, который я снимала. И, в принципе, в эту поездку я наслаждалась природой, погодой, солнышком, морем, теплом. Загорала, купалась. То есть ничего экстраординарного не делала. Ходила, гуляла и наслаждалась жизнью. Единственное, что я обычно делаю в таких поездках, один день выделяю на какую-то экскурсию. И вот на последний или предпоследний день я все никак не могла выбрать, подняться ли на вершину этого самого вулкана, который привлек мое внимание. Он называется Тейде. Это самая высокая точка Испании. И его высота составляет 3718 метров. В принципе, подняться на этот вулкан я очень хотела, но так как на вершине лежат снега, а у меня не было с собой теплой одежды, были только джинсы и кофта, а там нужно было одеваться очень тепло, потому что на вершине могла быть минусовая температура. И я решила, ладно, осиливая эту гору как-нибудь в другой раз, я решила сходить в местный зоопарк, который называется Лоро Парки. Очень классный зоопарк. Я получила море позитивных эмоций и рекомендую людям, которые приезжают на Тенерифе, обязательно съездить и посетить это сафари. Честно говоря, я вообще не пожалела, что потратила на это. По-моему, 34 евро стоил билет. И я провела там практически целый день. Я посмотрела шоу дельфинов, нам показывали различные трюки, как они там плавают на досках, драйверы, и дельфины несут их на серфинге своими носиками. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В стране в солнечных джунглях тебя обдает водой Конечно, камера у меня могла намокнуть, но я старалась прятать ее под целлофановый пакет В общем, получила море позитива Посмотрела огромное количество животных Практически на самом входе оборудована огромная территория с гориллами Я понаблюдала за одним самцом Потом пришла самка, они там начали бегать друг за другом В общем, я это все пыталась снять Потом дошла до павильона с пингвинами И просто впервые в жизни увидела пингвинов и была счастлива Они такие и кривые Ты сквозь стекло видишь, как они ныряют в воду И под водой видишь, что они делают И они плавают за людьми туда-сюда И играются с людьми, которые приходят на них посмотреть Это было так забавно и удивительно Мне очень понравился павильон с пингвинами Я не хотела оттуда уходить Там такая дорожка типа эскалатора Едет вокруг вот этого вот круглого вольера Со льдом, со снегами И они вот там плавают, играются друг с другом И заигрывают с людьми Затем я провела какое-то время на шоу с попугаями Там нам показывали, как они их дрессируют Чем они питаются В общем, рассказывали и организовывали такой полет Через аудиторию То есть запускали прямо попугаев Чтобы они летели над зрителями И прилетали обратно Такие красивые, огромные, яркие, цветные попугаи Просто сказка Затем я прогулялась еще по различным территориям и павильонам Увидела огромное разнообразие медуз Потом видела белоснежного тигра Который прямо залез на дерево и стал драть своими когтями это дерево И лезть вверх И мне стало так страшно Думаю, а вдруг он сейчас скарабкается наверх А там уже наверху открытая территория, где гуляют люди Но, конечно, нет, не вылез Видела живых крокодилов Вообще огромное количество животных, которых я видела впервые Вот так вот, прямо до которых было рукой подать Вот так вот я пообщалась с животными Потом зашла еще в океаналию Где идешь по туннелю и над тобой плавают рыбки И я даже попросила какого-то мужчину сфотографировать меня прямо в этом туннеле Мне очень все понравилось Просто рекомендую вот такой вот парк Лоро Парки называется Это, по-моему, самый главный зоопарк вообще во всей Испании На побережье же мне очень понравилось общаться с бабочками Они часто садятся к тебе на руку, на нос Просто летают, пока ты загораешь, сядут и что-то занимаются своими делами И часто видишь их на различных цветах И я старалась словить такие кадры И вот вам показываю, что у меня получилось Потом я гуляла, просто смотрела, какие у них там достопримечательности Всякие пушки, какие-то скульптуры Вообще, что и с чем это все связано, я не узнала Но было приятно просто гулять по городу Очень много граффити Я ходила и все это снимала Еще мне понравилось разглядывать равнообразие огромных кактусов Какие-то прямо как в Мексике, наверное Которые бывают даже выше твоего роста А также интересные скульптурки, которые делают люди из камушков Которые находят на берегу Лепят такие пирамидки, у кого выше получится Вот чем занимаются люди на пляже, когда нечего делать Ну, я все это поснимала И вот показываю вам А также однажды я решила дойти до ботанического сада Но, к сожалению, он был уже закрыт Это было где-то 5 часов вечера А на следующий день я уже уезжала И решила, ладно, как-нибудь в другой раз, может быть, схожу В общем, классный город на острове Тенерифе Который называется Пуэрто де ла Круз Очень рекомендую Если кто-то когда-нибудь поедет в Испанию Обязательно посетите, по крайней мере, Лора Парки Ставлю галочку обязательно к посещению Когда мое путешествие подошло к концу Как раз именно в этот день, когда мне надо было выезжать В аэропорт, зарядил сильный ливень, был очень сильный туман И я села на рейсовый автобус, чтобы ехать в аэропорт Но там образовалась такая страшная пробка, что мне уже подгоняла водителя Говорю, давайте, давайте И вот прямо впритык приехала Мою визу британскую посмотрели и сразу запустили в самолет Это был British Airways Обратно я летела уже до Хитро Лететь прямым рейсом всего 4 часа 10 минут Кстати, в этот раз я впервые пролетала так низко над центром Лондона И успела поснимать и City of London, и Canary Warf, и даже Big Ben Прямо над ним наш самолет шел на посадку И вот вам показываю, какие кадры мне удалось снять И уже к вечеру я была дома И на следующий день, по-моему, у меня уже начинались мои курсы в университете Так как летать на отдых я могла только в свои каникулы Каникулы закончились, и я снова пошла учиться в университет Прямо с корабля на бал, так скажем Вот пока и все, что я хотела рассказать про мою поездку на один из Канарских островов Под названием Тиньеррифы Пока на этом все Не прощаюсь с вами До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok